На уроках астрономии рассказывали, что да, первая планета от Солнца. На фотографиях видел, очень похоже на Луну, но она меньше, чем Земля. Мне казалось, что она самая тяжелая. Самая маленькая была. Может быть, самая легкая, наоборот. Что-то я уже засомневалась. Гарка там, наверное, без видимости. Я знаю, что там вроде бы холодно. Там ужасающий перепад температур от абсолютного нуля в ночное время и так далее. Кошмар. Нету жизни, судя по всему. Больше ничего не знаю. Жалко. Я буду изучать, потому что ребенок маленький, внучка, я буду стремиться. Во-первых, до Венера, до Марса лететь все-таки ближе. Далеко лететь, видимо, да. Только из-за этого. Я думаю, что ученым уже понятно, что там вообще никаких судов в жизни даже не может остаться, в принципе. Наверное, не очень интересовалось туда отправлять. Да, но корабли, наверное, разгореть могут. Мне кажется, стоит сперва изучить ближайшую планету, да, которую мы могли бы там освоить. А уже потом, наверное, посягать другие просторы космоса. Может быть, сначала лучше Землю изучить? Обывателю, я думаю, вряд ли это интересно, потому что вопрос там, какова цель исследований. Если мы не будем продвигаться дальше и другие планеты не осваивать, нашей планете скоро придет конец. Вполне возможно, что там все равно есть что-то, что может заинтересовать и принести пользу непосредственно жителям Земли. Человек должен стремиться к познанию. Наверное, это единственное, что никогда не надоест роду человеческому, да. Чем шире круг познания, тем лучше. По сути, познание есть тот самый истинный мотивирующий фактор, да, вставляющий нас жить. Исследование Меркурия, ну, это, наверное, касается только лишь тех людей, которые непосредственно увлекаются космосом. Я как бы не очень разбираюсь в космосе, но мне кажется, я бы, если была постарше, сказала бы... Стоит взлетала, да? Да. Поэтому, у тебя, наверное, хватит еще времени, чтобы там Mars хотя бы долетела. Может быть.